Воскресенье В то воскресенье, как и во всякое другое, я возвращался с пункта сдачи вторичного продукта. О беспорядках я не сломышал и попал в самую кущу противостояния боевиков Навального и охранных отрядов священного порядка совершенно случайным образом. Но то, что я видел, я запомнил на всю жизнь. Бианические копии людей, наделенные одним на все болезненным сознанием матки Криакла, вынули на улицу, сметая бройлер гибридов, национал социалистической гвардии и простых городовых. Я стоял посреди бушующей толпы, прижав к груди банку с полученной мной потоломом питательной биомассой. А вокруг меня кипели кровавые стычки. Бианические люди скандировали богопротивные лозунги и кулили священный порядок и древлющего служителя. А я хотел заткнуть уши, чтобы не слышать этого, но даже этого сделать я не мог. Ведь в руках была банка, ценная банка с биомассой. Были там и одурманенные. Эти кидались на городовых и рвали их голыми руками. И ничто не могло их остановить. И лишь когда подвезли водометные машины, заправленные кислотным концентратом, удалось сдержать их натиск. И я помню, как бежал широкими прыжками, преодолевая красноватые лужи, что еще пару минут назад были мятежниками. Только бы выбраться живым. Эта мысль была единственной, что отчетливо пульсировало в моем сознании. Бианические люди бежали мне навстречу. Я помню, эти бледные, ничего не выражающие лица. Я старался не смотреть в их глаза, мертвые и фанатичные одновременно. Вы нарушаете священный порядок. Доносилось откуда-то из-за спины. Это говорил громкоговоритель начальник охранных отрядов. Расходитесь по жилищам. К кому он обращается, неудоумевал я. К пианическим зачинщикам? К одурманенным хумителям? Или к таким, как я, случайным свидетелям, которые так мечтают утрать отсюда? Неожиданно я запнулся. Банка с биомассой выскочила у меня из рук и полетела вперед. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как она переворачивается в воздухе, падает и разбивается в дребезги. Обитательная жижа растекается по асфальту. Нет, я в ужасе упал на колени и начал поспешно собирать ее ладонями и немедленно поедать. Я был в панике, ведь это была моя недельная норма. Редактор субтитров А.Семкин